Здравствуйте, дорогие мои, с вами на связи Викана. Сейчас покажу расклад. Расклад, давайте будем так говорить, будет универсальный, как для мужчин, так и для женщин. И каждый здесь увидит своё. Тема расклада – отпустил ли загаданный человек прошлое отношение, а уж кто загаданный человек, это может смотреть и женщина, и мужчина. Также это может смотреть, как в паре кто-то будет смотреть, да, отпустил ли её любимый человек загаданный, либо его любимый человек. Вот я просто так специально объясняю. Давайте посмотрим. На самом деле идут отношения, как бы развиваются, но возникают сомнения. Вот у кого не возникает эти сомнения, к красоте обращайтесь, я делаю личные расклады лично по конкретной паре. Там информация будет очень конкретная. Не буду говорить ничего позитивного, если этого нет. Буду говорить понятным, простым языком, конкретно, только то, что вижу, и чистую правду, без всяких приукрашиваний. И вот если в этих отношениях вы чувствуете, кто бы вы ни были, мужчина либо женщина, что что-то происходит не так, либо подозреваете, что вам меньше уделяется внимания, либо его практически нет, а вы, а этот человек очень дорог для вас. Давайте посмотрим. А у него были личные отношения, либо брак, либо был развод, либо просто расстались с тем человеком, который у него был. Итак, отношения именно сейчас к вам, этого человека. Здесь, знаете, я вижу некую пылкость, роковая встреча, роковые отношения. Вы ему нравитесь, давайте будем так говорить. Он проявляет к вам интерес. Но мы видим только пажа, но не короля. Следовательно, вы его чем-то вдохновили, да, этого человека загаданного. Он что-то увидел у вас такое, чего раньше ему не хватало в прошлых отношениях. Поэтому мы видим аркан дьявола. Понимаете, да? Но сейчас на данный момент, на данный момент его больше интересует интимная сфера отношений. Возможно, может быть, с этого у вас и началось. Это, знаете, как некий клей, который склеивает людей. А это, кстати, считается магическое действие в таких отношениях, когда передается энергия. Энергия. Определенная, магическая энергия между людьми. И вообще это можно даже называть неким ритуалом, как я это всегда говорю. Это очень важно в отношениях. Поэтому сейчас интерес есть, но более интерес такое, я вижу все-таки, как я сказала, в какой сфере отношений. Вот давайте будем говорить так и пока только никак, да? А хочет ли он серьезности? Или вы у него просто, у этого загаданного человека прошлого, знаете, как отдушина, лечение боли в душе, отвлекающая энергия, отвлекающий человек, забыться, да? Давайте посмотрим. Снимем еще карты. На самом деле, тут тоже очень интересная история. Есть притяжение, но всего лишь только двойка кубков, да? Начало новых отношений. И туз всегда показывает, что мужчина, если сейчас не рассматривает, либо женщина, если сейчас вас не рассматривает, обязательно с перспективой на серьезные отношения. Эти карты показывают, что это возможность. У людей есть возможность развития таких отношений. Двойка. Не девятка, не десятка. Если не рассматривал, то будет рассматривать. Либо что-то чувствует, что наконец-то я встретил своего человека. Наконец-то что-то серьезное может получиться. и в душе есть какая-то перспектива. Я могу сказать, что сейчас вы не лечение его души, а некое такое, знаете, не то, что даже отдых, не то, что даже интересно. Интересно ему с вами хорошо. И что с вами интересно, я вижу второй позиции карт, что мы хорошо не только в интимных отношениях. Чем дальше будем открывать расклад, тем дальше мы будем открывать суть этих отношений. А пережил ли этот загаданный человек расставание, либо развод, у кого что было, со второй половиной? Вы знаете, я вижу, что там отношения не совсем могут быть закончены. Возможно, остались какие-то материальные хвосты, как я говорю, или шлейфа. Может быть, остался должен, либо должен воздействовать, то есть помогать. Какие-то материальные заботы могут остаться. Поэтому видим карты ожидания и обе пентаклиевые масти. С той стороны, с той стороны, возможно, сразу говорю, я вижу королеву пентаклей, но это может быть как мужская и женская карта. Мы же смотрим не человека, сейчас смотрим обстоятельства, теорию обстоятельств. ожидает каких-то материальных уливаний, чтобы разошлись-то разошлись, а денежки-то хочется получать. Поэтому здесь можно рассматривать всё, что угодно. Он не может сейчас, в смысле, как бы он уже на вашей стороне, но вот эта материальная сфера тянет его душу. И это сейчас переживает он именно об этом, этот ваш загаданный человек. Какие-то материальные аспекты, более всего. это говорит о том, что можно, может быть, и не переживать, и что там любовь осталась, какое-то притяжение. Нет, там материальные, у всех по-разному, каждый поймёт, о чём я говорю. Какие-то материальные переживания, и это может не давать ему покоя. У кого что? Часто ли он вспоминает бывшего своего человека? Вспоминает, но старается побыстрее забыть. Мы видим аркан смерти. Аркан смерти показывает закрыть это всё, пережить больно, тяжело, но это надо закрыть, это надо закончить, и это произойдёт. Опять видим второго пажа. Видели пажа кубков к вам и пажа здесь сейчас воспоминаний. Да, воспоминания остались, но почему-то, представляете, опять идёт пентакливая масть, переживание на пентакливой масти. Переживает за деньги, за какие-то, финансовый канал никак не закроется, а уж что там у них, кто кому должен, какие-то альтернативы, и скорее хочется забыть, закрыть, пережить и закончить этот, знаете, такой тяжёлый этап своей жизни. Очень хочется на самом деле. Вспоминать только на этой почве не про любовь совершенно. Стоит ли питать надежды, да, на серьёзные какие-то отношения с этим человеком вот именно сейчас, да, вот, или это просто временно на самом деле. Вот сейчас лучше не стройте никаких, пожалуйста, надежд. Не нужно. у человека опять пентакливая четвёрка пентакли на душе. У него сейчас забота, вот повисла какая-то забота о прошлых отношениях, например, да, вот как мы видели здесь, да, но в душе четвёрка пентакли это стабильность. Он сейчас может скрывать от вас свои истинные чувства, но в душе вы заняли уже кусочек сердца и достаточно большой площади, да, будем так говорить, и в его сердце вы заняли, и он вас прижал уже к сердцу и держит, и вы для него очень дорогой человек на самом деле. Поэтому сейчас не нужно создавать какие-то проблемы и не нужно сейчас строить какие-то надежды, просто спустите ситуацию. Он сам решит эти вопросы, он либо она сам решит эти вопросы с той стороной. Слава Богу, что там, как говорится, если вам понравится такое выражение, не про любовь, только про деньги. Но, знаете, деньги – это материальная часть, но она может выражаться в любых эквивалентах человеческой жизни. Переживание. Мась Пентакли, она фундаментальна, у нее там пять граней, огонь, земля, вода, воздух и высший дух. Следовательно, могут быть переживания, корыстная цель, да, в смысле корысти. Может быть, как говорится, какие-то же личные проблемы, материальные проблемы. Это я просто сейчас еще добавляю, потому что хотела бы четко объяснить. Если не деньги, то держат какие-то, может быть, обязательства, которые совершенно не относятся к любви. Родственные какие-то, может быть, детки, все что угодно может быть. И давайте посмотрим перспективу отношений на ближайший месяц. Что же может произойти за ближайший месяц в этой паре? Еще одну карту достану. Не хватает мне обстоятельств. Сейчас посмотрите, с вашей стороны, вероятно, есть такое, что вам кажется, что он вроде как бы с вами, этот партнер, но и вроде без вас. Он вроде уцепился с вами, и у вас сейчас главная надежда все-таки, что же будет дальше, перспектива. И такой чушь, он все-таки полностью к себе не допускает. У него за спиной есть то, что он от вас закрывает и не хочет даже об этом говорить. И вам кажется, сейчас очень сложно, что вам кажется, что это очень тяжело, какое-то недопонимание. Вот вроде девятка, вывод уже есть, но не десятка еще, девятка это достижение, вроде достигли чего хотели, и встречаетесь, можете живете вместе. И налажены быты, уже все что угодно может быть. Но мужчина все-таки, либо женщина в этих отношениях, немножко держит паузу. Да? Немножко, потому что до десятки остался один шаг, а мы на девятке. И видим девятку все-таки достижения. Это очень хорошая, кстати, карта. Это новые планы, новые мечты, может быть, какое-то новое событие, развитие отношений, приятные сюрпризы, хорошие разговоры, кубковая мазь, говорит о том, что месяц будет достаточно плодотворным на отношения, на приятные сюрпризы. И возможно, то, что вы ждете, может произойти. Не в больших количествах, но какие-то маленькие достижения, будет несколько в отношениях, они будут с его стороны в вашу сторону, либо с ее стороны в вашу сторону. Все двигается так, как нужно. Вот такой, мои дорогие, прогноз. Подписывайтесь на мой канал, я буду делать много раскладов. Пожалуйста, ваша Викана. Я всегда с вами. Субтитры сделал DimaTorzok